Сегодня у православных христиан начинается самый длинный и самый строгий пост – Великий. Он установлен в память о том, как Спаситель провел 40 дней в пустыне, в искушении и воздержании. Пост заканчивается Страстной Седмицей, которая отсчитывает каждый год последние дни жизни и страданий Иисуса Христа. Первые последние недели особенно строги. Так, первая неделя Великого Поста именуется неделей торжества православия. Воскресный день Великого Поста в Первой Седмице, в само воскресенье, чин торжества православия будет совершаться во всех храмах Русской Православной Церкви. По окончании Божественной Литургии вы можете поприсутствовать на этом редком и удивительном чине. Всего пост продлится 48 дней. Он завершится празднованием Светлой Пасхи, 1 мая, именно торжеству Воскресения, и посвящены долгие дни молитвы и воздержания. Само воздержание от пищи является вторичным. И прежде всего это некий такой духовный труд. Труд, который заставляет человека несколько разобраться в себе, который призывает человека к покаянию, к осознанию своих грехов, к внутренней работе над собой, именно такой духовно-нравственной работе. Православные священники напоминают, что вполне можно не отказываться от пищи, но воздержаться от страстей и на время поста, например, не курить, не сквернословить, либо не посещать увеселительных мероприятий. Как правило, ограничения для каждого конкретного человека обсуждаются с личным духовным настоятелем. Мы спросили у ведновчан о том, какое значение для них имеет пост, и как они намерены провести время покаяния. Исключение жирной пищи, мясного. Вот и есть пост. Чтобы пост соблюдать, сил не хватало на работу. Ну, как бы, ну, да как-то не соблюдал никогда. Пост я не соблюдаю. Ну, в смысле такой, пищевой. Вот. Потому что я как-то... У меня более глубинная вера. Я считаю, что грех не в рот, грех изо рта. Поэтому самый большой грех не излиться, не ругаться в этот день, в эти 40 дней. Ну, как бы, думать о душе, о хорошем. Сквернословие-то вообще-то нехорошо. Не то, что там пост. Вообще, круглый год это не очень-то культурно, как говорится. Ну, не очень хорошо. Я, например, такое поддерживаю мнение. А там... Ну, а тут, само собой, пост тем более. Я улетаю отдыхать. И, как бы, я, конечно, буду придерживаться, но я буду ходить в другой стране. И уже буду соблюдать более... Но я еду в ту страну, где больше едят рыбу, рис в Индии. И поэтому здесь, как бы, получится немного. Раньше я соблюдала первую и последнюю. Ну, в этом году нет. А какие продукты вот во время поста нужно исключить? Вы знаете? Знаю. Какие? Мясо, масло, молочное. Просто каши. Рыба. Рыба там только несколько дней соблюдается. Можно, когда употреблять. Растительное масло тоже не всегда. Не делать ничего такого, чтобы было против твоих взглядов, убеждений, так скажем. Тогда душа будет спокойна.